Вся слава Искупителю нашему. И огромное благодарю вас всех, благодарю Александру Александрович. Зарковный совет. Зарковный совет, благодарю братьев до всех, всех святых диапазонских приветствую и Господних. И пусть святые еще освещаются. Вот как я и тот раз говорил. Наверное, помните такие примеры с огурчиками. И я в Литинске тоже про огурчики рассказывал в эти дни как раз. И братья мои, вот это случайно, аж в среднем секунду. Так что пусть хотя бы так запоминают. И я благодарю Богу, что за нашу дружбу христианскую, независимо от нашей церкви, конфессии, во Христе Иисусе есть особого рода дружба. Есть особого рода узы такие, любви. Потому что во Христе есть на самом деле новое творение. Как вот там одной из песен поется, он нам дал новое имя. Да нас зовут Христиан. Потому что на самом деле именем Христа Иисуса мы называемся. И это самое великое звание. Звание всех званий. Называется именем Господи. Ильин Христа. Слава Богу. И братья и сестры. Да, кстати, и вот не каждый раз тоже. Анатолик, в общем, детям рассказывает что-то. А я запоминаю тоже. И вот тоже помню, видите, рассказывает детям. Казалось бы детям. А для взрослых, наверное, на ум еще больше даже, чем детям. Я так обсуждаю. Вот. И я тоже так понимаю, что когда детям рассказывает что-то, я как-то и сам лучше запоминаю, честно говоря. Вот. И сейчас у нас дети повзросли, уже стали, конечно. Но внук у нас теперь есть. Я уже год как дедушка тоже. Мое детдерство началось. Когда меня вот тоже напоминали мне об этом. Говорили. Хорошее такое выражение. Вот. Оказывается, очень приятное состояние. Детдерство. Вот. Мне очень понравилось. Вот. И благодарю Бога за это. И когда детям рассказываю примеры. Когда маленькие дети были. То из сказок что-то зачитывал. Ну и многие сказки такие нравоучительные, хорошие. Из Библии, из Писания примеры приводил. Такие как раз вот именно объясняющие. Там на русле про трех поросят. Хорошее. Знаете, да? Вот. И чем поросят эти отличились? Да? Они построили себе домики. Да? Один из них построил домик такой еще. Какой? Серный солома. Серный солома, да? Серный солома, да? Серный солома. Некоторые христиан построили из сена и соломы. Вот. На основании это хорошее. Драгоценность и прочее. А вот строили такие векбанцы. Хебарки такие. А другие. Другой поросенок построил что? Из дерева, да? Потому что дерево обладает. Ну и апостол Павел тоже пишет, что некоторые первые пишут, что строят из дерева своих других. Своего христианства, своей жизни. Ну а третий поросенок, видимо, Библийский. Чего? Да. Да он устал чего. Тогда поросенок уже нельзя и не призывать. Ну как бы да, да, как бы так. Покаяшись в высоту. И тот, который измерялся опять боезли. А тот, который уже новый парень. Да. Вот. Он тоже уже хорошее питание. Потому что он тоже знал что придет беда. Ну апостол Павел сравнивает агонь, которые испытают все. Ну, а там, в той сказке, там, волк, который пришел, значит, и он испытывал дело каждого. Первое дело, разрушил там моментально, собрал духа. Кстати, это английская народная сказка, вообще-то, ну, корнями духа не будет. Английская народная сказка, она вообще такая жестокая очень сказка, как и те древние, средневековые сказки. Потому что в оригинальном варианте волк сожрал пару поросен. Да, ну, в нашем варианте он более такой еще, причем, в любимочке, как-то там, да. Значит, поросенок убегает, прячется только второе, да. Вот, и волк испытал дело второго поросенка, он разрушил и в оригинальном варианте, и в нашем варианте он разрушил дело второго поросенка. Сейчас, ну, пожалуйста, посмотрите. В нашем варианте они вдвоем убежали из его пасти буквально, фактически. Спрятались в третьем доме, да, у третьего поросена. Уже трое собрались тут, да, уже, как бы, трое. Там такая ячейка такая, церковь такая, домашняя такая. Наверное, они молились там. Как мне в душе-то говорил там, в стихотворении своем, что в окопах атеистов нет. Вот, и как мы говорим, вот, и акторы Бога, так и Бога. Когда беда, то, действительно, люди к Богу вращаются. Ну, и животные тоже поскольку, наверное. Вот, в Библии говорится тоже о том, что они тоже вызывают поскольку. Вот, и создателю. И вот, значит, в английском варианте Бог тоже не слабил с этим третьим домиком. Но, он хитроумный. Вот, хотя бы у него страшный аппетит. Съема на том, что он был. Сорошее время. И сегодня он умолился. Представляете? И ему надо подогреваться. Вот, значит, прожорливый. И он, значит, понял, что в дом-то никак не проберешься, но есть труба. И он, значит, туда залез. В английском варианте, в третьем поросенках спикнул. Значит, и открыл котел. Волк упал в кипяток. Поросенок вовремя заплопнул крышку и спорил его в одну кипяттеке. И потом у нас съел за бедом. Ну, это чисто английский вариант. Я не знаю, что в английском языке не были доступны всегда. Вот, как бы, да. И комплекс там не разрывался, например, это. Но, в нашем варианте, значит, наш волк, он не был. Убив, как бы, да, он лишь отделался там. Ожогами, да. Он еще с публикатикой отделался. По сравнению с английским. Вот. И там, как видите, поросята. И поскольку, благодарите, вот как он испанец. Вот. И я детям рассказывал, так, кстати, с моим, когда маленькие были. Но они это запомнили. Сейчас уже взрослые. Так. Запоминаемо было. Многие вещи не запоминали. А вот самое интересное, когда мне сказку привезло, запоминаю. Тоже иллюстрация, да. Ну, это по 1 Коринфянам 3 глава. Для тех, кто... Можно высоединиться даже. 3 глава. А 11 стих написано. Ибо никто не может положить другого основания. Кроме похожего. Которого есть Иисус Христов. А дальше говорится о различных строительных материалах. И потом об этих испытаниях. Вот. О том, как именно вот. Ну. Как все происходит, можно так говорить. И это хорошая новка для нас. И пусть Бог благословит наше, на самом деле, наше делание. Нашу веру. И если вот, опять-таки, вот с вами, всеми огурцами, там, баптизу, да. Дамы Господа, братья и сестры. Просаниваемся. Пропитываемся им, Богом с вами. Погружаемся в Него. И совершаем его баптизу. Православная традиция, кстати, в лечении еще продолжается. Праздник Крещения. Он у нас продолжается аж до 27-го января. Каждый год. А 27-го января совершается такое празднество. Называется отдание. Праздник Бога Евгения. То есть завершающий день. Праздник Крещения Господня. И вот все эти дни с 19-го. Ну, даже с отчетника еще, собственно. Появляются приснабления, которые говорят именно. Именно о Крещении Господня. Говорят об Иордании. Говорят о том событии, что в жизни. Христа. И, ну, хочу ваше внимание обратить кое-либо на все. Хочу ваше внимание обратить на то, что было после Крещения Иисуса. Дело в том, что Крещение – это очень важное переживание. Крещение в воде. Богное Крещение – очень важное переживание в жизни Крещение. Я сам тоже, будем так говорить, баптист. Вау. Был член баптистов. Ну, если брать термины. Деток Крещение. Да. Деток Крещение. Взрослых. Взрослых. То есть крестил малолетних детей, несовершеннолетних. И даже не взрослых крестил-то я, даже здесь сказали, понимал, крестил. и многие другие священники православные, без просвещения, без облашения. И это, знаете, тоже называется по богословски, по манграции преды фактизмы. Даже если он просто же их причем. Но если он без просвещения, без научения, а лишь по зыбу своему какому-то, либо по корысти ради, либо страху ради, ну и прочее. То есть не по своему убеждению, потому что добровододающего любит Бог. Действительно. А если из-под палки, то насильно его не будешь. Знаете ли, и Бог действительно ждет нашего сердца, как он сказал, уже осторожнее слово, и ко всем нам, я думаю, хорошее слово. То, что Петру было сказано, любишь ли ты меня. Вот самое основное. Создатели. И слава Богу, что, да, Моуслов Петру, он выдержал экзамен любви. Он и исповедовал эту любовь свою к Господу, и потом в своей жизни эту любовь нес людям и сохранил эту любовь. И с этой любовью он тоже взошел на крест по преданию от православной церкви. И вот в православной церкви и патологической тоже его распяли. Не как учителя нашего, а вот вверх с тормашком, но участие в ногами. Но по его же просьбе, как бы, он, когда сказали, что он сейчас тебя распнет, он сказал, что я не достоин такой камень, в каком очереди, претерпеть. И поэтому лучше переверните меня. Ну, и те посмеялись. Вот все так, старик. Значит, как бы, ну, перевернули по его позу, подказнили его. Но дело даже не в том, а дело в том, что человек, знаете ли, Бог совершил его судьбы и в судьбах других этих учеников чудеса. Из предателей, да, из отступников, по сути, он сделал героев Бог. Иисус не дождался учителя и пошел, к сожалению, таким путем нечестия, знаете ли. Но, по сути, в тот день, когда Иисуса арестовали и били, и казнили, все отступили от него. Так или иначе все отступили от него. Больше или меньше. Но Иисус, когда воскрес, Он говорил именно о любви, говорил именно о самом важном. И, знаете ли, великое чудо, которое произошло в судьбах этих людей, это чудо, действительно, которое поражает, чудо Бога явления. Но это название само мне очень нравится. Когда мы говорим о крещении, часто, востоке, что это называют, это Бога евреи. Но обычно это ссылается сразу, конечно, на биограмм, на то, что написано в Евангелии, когда Иисус, да, Сын Божий, исходит в Реку, когда Дух Святой в виде голубя исходит, и Отец дал голос свой, глазом, Сыном Своим Иисуса. Как бы вот здесь вот троица явилась в основном, «Бога явления». Божество все появилось в данный момент в истории жислое. Но, разумно, Богое явление – это не только тот эпизод отдельный, взятый на Иордане. Богое явление – это, по сути, вся жизнь Иисуса, вся земная жизнь Его. И наша судьба христианская как продолжение жизни Иисуса – это тоже Богое явление, если я могу несловно описать то, что происходит. Вначале прочту я, братья и сестры, из послания Павла. Он написал Колоссянам в первой главе некоторые истины, которые я хочу сегодня тоже поделиться с вами. Апостолу Павлу пишет Колоссянам первая глава, 26 стих и далее до конца. Здесь говорится о тайне, сокрытой от веков и родов, ныне же открытой святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство, слава в тайне сей для язычников, которой есть Христос вас, упование славы, которым мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и дружусь, и подвязаюсь к силу Его, действующую во мне могущественно. Аминь. Братья и сестры, я благодарю Бога об этой самой великой тайне. Молюсь о том, чтобы и в моей судьбе, как христианина, эта тайна, она стала явью. И молюсь за всех вас, братья и сестры. Пусть в наших судьбах христианских, это таинство, она тайна, не в смысле тайна, как информация, закрытая, как информация. Она была закрыта для язычников. Это правда, на самом деле. Потому что об этой тайне знали лишь евреи и те из язычников, что боялись Бога, что уверовали в Бога, Израилева, Бога Абрамова, Исакова, Яковлева, и обращались к Богу, становились частью народа Божьего в ветхозаветные времена. И для этих людей, избранного народа Божьего, это было не тайна. Это было явно через пророков, через описание пророчества, через слову пророков. Но для всех остальных язычников, для народов всех нашей планеты, исполнявшихся, это было тайна за семьей печати. Но, дамы и господа, братья и сестры, однажды эта тайна, она была раскрыта для всего рода людского, для всего человеческого рода. Эта тайна раскрыта через Иисуса Христа. Великая тайна Бога воплощения, Бога явления. Великое таинство, хотя, конечно, 2000 лет прошло, но эта тайна, она и сегодня является таинством, самым главным таинством наш. Христос, сам Бог поселяется в человеке, сам Бог в нас. Помните ли, вот с того приезда еще, я тоже напоминал вам тот текст, который меня, кажется, просто ошеломил. И, знаете, это, даже, простите, по-другому сказать, ошеломил. Вот, он меня, вот скупой, от нас обогрели. Потому что мир свой принес, когда исполнилось с Рождественного Христа пророчество древнее, записанное еще Исаии, пророком, который говорил, что дема, вам чили, это принято, родить сына, и дадим ему имя ремонию. И хотя наши переводчики обычно переводят как «с нами Бог», и это достойно, правильный перевод, так, чтобы правильный перевод, но есть более правильный, совершенно более перевод, который говорит нам «внутрь нас сущий Бог». Потому что, вот помните ее страшно, да? То есть, с водой. Можно, просто, конечно, подвесить? Я, кстати, наверное, не скачу. Да, принес, пожалуйста, конечно, вот. И вот с водой хороший пример, потому что вода, которая, вот, значит, она в стакане, которая всегда возле тебя, вот, ты даже находишься возле рекица, вот, допустим, воды, но ты так не можешь умереть, как жажда. Она будет возле тебя, но, как говорится, видит глаз, да зуб не идет. Вот, но эта вода, для описания этой воды, вот переводчики приводят, например, иллюстрацию, есть другое слово еврейское, это «этану». Ну, даже пишется похоже. Этану и эману. Но у пророка, говорится, там даже по номерам стронга специально скачивал, когда Библия разные скачивал, и для проверок, как бы, этих. И вот с номерами стронга. По номерам стронга, пророк именно, я так и делал в виду, он написал, там написано «этануэ», там говорится «эмануэ». То есть, Бог сущий в нас, растворенный в нас, «эмануэ». Эмануэ для описания воды, которые уже не в стакане, не после тебя, как века, а внутри тебя. Ты частью ее стал, а она частью тебя стала. Это вода. Вот вода на иврите «май-ни». Спасибо большое. Вот «май-ни» и много красивых слов еврейских с этим словом. Мне очень нравится это слово. Вот «небеса» — «шэн маи». Вот и вода вот. Вот она для описания этой воды, что в стакане, используется слово «этануэ». Ну, первое значение «этануэ». Рядом со мной, близко, возле меня. «этануэ» — «май-ни». Но когда я пью ее, ваше здоровье. Слава Богу, за воду. И вот, вода, которая уже внутри меня, она уже не «этану» моим, а «эмма-ану» моим. Но как я могу выпить Бога, съесть Бога? Понимаете, это кажется еще некочувством для многих, наверное. И не даром, когда Иисус говорил об этом в собрании, в цели учеников, то большая часть церкви покинула собрание. Такая часть церкви, даже многие проповедники, включая его еще Чарльцу, в принципе, даже он Фаноновой, видели вот там некое роковое, знаете, знамение какое-то даже, совпадение. В лисавстве шестой глава, явно 66 стих, 3-6-5, как мы говорили, как раз совпадая, и в этом виде, как бы, такое признаменование даже, числа человеческого, очень дурного такого знака, в жизни верующего человека. Потом вот можно даже вывести Ианну, да, и уже не ходили с ним. Представьте, как пробовать Христа подействовало, хотя он не подъезжал. То, что я говорю, не поймите буквально меня, пожалуйста, это дух и жизнь, слава, которую я говорю. Но, к сожалению, все равно люди оскорбились, их религиозные чувства были оскорблены, они обиделись, они подумали, что, наверное, это очень странный рабин, очень странная церковь, собрание синагога нужно говорить о том, что они были нормальностью, но был бы где, как бы, сформально, нигде не призывали Бога ездить, вообще, насчет любить. И, кстати, ко времени перед Рождеством Христа еще до Нового Завета, накануне, можно так сказать, накануне Нового Завета в Израиле были школы в разной благословстве, вот две основные были школы в то время, школа Шамая и школа Гилерия. Ну, школа Гилерия считается победившей школой молодовистины, по крайней мере, современно-политационный иудоизм, он в основе их же школы Гилерия. Но была и школа Шамая, они, после того, как христианство и иудоизм, они разошлись, как море корабли, вот, трагический такой был разрыв, развод, и, в общем-то, пострадала и церковь, и Израиль пострадала, ну, беда. Знаете, что это произошло еще в конце первого, начало второго столетия, трагические разделения начались из-за них, вот, и их проблемы антисемитизма, и антихристианство, и вражда и прочее, прочее, прочее. Так вот, с того времени о школе Шамая обычно в иудоизме преиспоминают, потому что она очень уж похожа на христианство, хотя еще до Христа было, до Христа. Вот, и потому что в школе Шамая говорили как раз о непонимности духовного перерождения. Рождение слышит. Просто родиться под своей херметикой мамы-пап, обрезаться, пройти там, значит, все, как бы, быть по закону чистым, значит, там, исполнить заповеди, исполнять. Вот. А духовное перерождение необходимо. Но, правда, до Христа, до Иисуса, действительно, здесь было больше вопросов, нежели ответов в этой теме. И Иисус, когда с Никодимом в 3-й главе я разговаривал, он не сказал, что я, значит, Никодим, вот послушай, я тебе сейчас расскажу, что ты не слышал никогда вообще. Он сказал, что ты один из лучших израиля, раз это ты не слышал. То есть это, в принципе, в то время уже раскоплено было, эти споры, потому что в школе Елене говорили о том, что это не так, что нет вообще, будет такой темы, именно как о рождении свыше. А в школе Шамая говорили о них, например, духовное перерождение. Это пребывает отличный встреча с Богом, который человек должен пережить на этой земле. И мы так действительно идем об раме, не просто по боте, по вязанию, по заповедям, а по духам. Вот. Но, как бы, эта тема во многом это разом это было после Павла. Хотя он учился в Гилеле, в школе Гилеле, но, я так понимаю, после своего обращения он во многом пересмотрел, все пересмотрел через призму вот этой встречи с живым Богом, с Христом Иисусом. Вот. И благодарю Бога за то, что он разбил эту тему и дальше в своих посланиях. И вот самое великое таинство, действительно, когда Бог потеряется в человека. Бог в нас. И само слово Еммануэля, оно как бы уже указывает на это. То таинство, в котором мы живем. Величайшее таинство. Но я скажу еще, что в жизни Христа, после крещения, знаете ли, все только началось. И в жизни христианина, по сути, после вот этого обещания служения Богу доброй совести, да, или спрашивания Бога доброй совести, но опять-таки и то, и другое подразумевает решение человека самого. Его воли, его решимость его. не только в другое, но и в другое. Я сказал, что это уже не просто за него. Как один тульский поэт написал там, современный, вместе меня и меня крестили. Я с ним разговаривал, значит, он правоствовал. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. что-то с протестантами, что-то у них создательное решение. А мне, кстати, вот уже, я и Садовский сказал, что боюсь переключиваться, как бы, потому что его батюшка как бы не благоставляет, как бы, меня уже в детстве обрестили. Но вот я с протестантами общался, я как завидую, потому что они, вот, действительно, обрестились вот именно по своему решению, а не как осознанный акт. Вот почему у нас, в целом, это вот цели так вот, как надо. Вот, говорю, ну, я лично говорю, я креститель, значит, взрослый, пожалуйста. Был креститель младенцем, скажу, креститель взрослый, и поверил во Христа Иисуса. Вот. Но пока человек не решился еще на перекрещение. Хотя это не перекрещение, на самом деле это крещение. Вот. А то, что в детском возрасте, я ему объяснил тоже, что это, говорю, это было лишь, ну, в лучшем случае, благословение. Да, благословение, но это не крещение, как обещание Богу. Да и история христианства, на случай, тоже, что это было, как бы, всегда в первой церкви, и не только первоапословской, вообще, и потом в первой столетии, это было, как бы, обычно, это было повсеместно, это было общее христианство, вообще, да. Хотя были традиции еще в 4-м веке, в 5-м в Минозаполе, были традиции крещения детей. Но это не были крещения владельцев, вот, в смысле слова владельцев, владельцев. Это были, ну, по-нашему, как отроки, так будем говорить, которые свою веру могли публично исповедовать, и за свою веру могли голову усложить даже тогда. И были примеры такие, когда не только палачи римские взрослых подали до смерти и казнили публично, но даже детей. Вот, хороший пример, кстати, это вот, который потряс не только римскую церковь и Вахария, но и испанский епископ, который отректирован на это, как бы, своим там, завершением, и другие епископы, многие, других, вот, как бы, в римской империи. Вера, Надежда, Любовь, вот, и Мамина София, да, вот пример, который потряс римскую церковь в то время, потому что это не публично. Его с Wonka нет, не займа заst respawn, у Христа measurement. Ну, а Мамина Яашка знает вамering,chte правдео.iãoы и тот, что смотрят, считается, вы завершающие чувство, для кого-то оказалось меня хорошо, чтобы я не周озились действительно szerint определенным, потому что это упражнение, особенно многие силы не действуют для человека. Я говорю, что gran장이 생 hochel said en besay not capel, Другие дочери чуть постарше, но на глазах у матери мучили дочерей, вначале старшую, замучили до смерти, заставляли отмекаться от Христа, от веры. И мать, глядя на мучение своей дочери, слава Богу, она не скрывалась, она уговаривала дочь потерпеть немного еще и быть Господом, не отрекаться от Иисуса и на глазах у матери до смерти замучили первую дочь. Потом палачи взяли за вторую дочь, ее до смерти замучили тоже, и мама уговаривала, и вторую дочь подкрепляла ей молитвы за нее, и на глазах у матери замучили до смерти вторую дочь. Потом младшую, и даже там судьи эти выразили свое негодование, какая же ты маленькая, двух старших не пощадила, хотя бы младшего пощади хотя бы. Просто заявитесь публично, мы это де-юре оформим, запишем, что-то от три класса. Представим все, и гуляй. Иди себе по четыре стороны, хотя бы последнюю дочь себе сохранить. Но мама, она уговаривала младшую дочь, последнее слово в дочери было именно, как у нас старшие сестры И все же, в котором они претерпили, так и не претерпили, когда мы много будем с Господом. Вот. И младшего, тогда учили. А потом, я с вами этим рассказывал, потому что они Вот, ну слава Богу это все конечно, просто как родители порой думают, ну вот, там смог ли я? Слава Богу, что вот это все произошло, потому что потом эта история, она не только предавалась из уст куста, спасена, вот, она патриославил всю церковь тогда, вот, кстати, мать потом отпустили, вот, думали, что она сошла с ума, вот, и, значит, отдали тела дочери, она их похоронила и там умерла, вот, и, но крещение детей в римской церкви тогда, оно стало, ну, чуть-чуть общепим тогда, вот, после того, не было, потому что убийство просудит так, что если палачи не ждят, наверное, маленькие, вот, то они могут свою веру исповедовать палачами, вот, и, знаете, я обсуждал тоже так, вот, в 96-м году, когда вот решал вопрос, ведь пресекаем, нечем пресекаем, решал просто, потому что хамбик, как огонь, нечем пресекаем, а тем, как молния, не умерла, но уже комиссия, но то, что мы рассуждали, что там, как говорится, по-жимому дочери, самое то, что мы привыкли, чтобы обновить но это не были без месси, чтобы, что мы могли А мы делали также, чтобы здесь говорит, что мы еще отдали в римской церкви, и еще в 3-м году, вот, у нас и на 2-м году, а я и в 3-м году. И даже восточные отцы, аппадокийцы те же самые, Василий Великий и Анфа Гоустый, Божий Богорсков, Ирина Иерусалимский, другие отцы, аппадокийцы, они были все крещены, им было уже далеко за 20 лет. Как правило, около 30 лет. Хотя, не знаю, Василий Великий вырос вообще в образцовой христианской семье. Его, не знаю, и родители были служителями церкви, и его бабушки, дедушки, и прабабушки. Я не помню точно, но, по-моему, в 47-м поколении он был уже не выделен. То есть, как бы, во все эти вот, ну, по сути, христианские, да, вот первые эти, в его родстве были христиане, которые служители. Он был в такой образцовой христианской семье, но сам крещение принял, когда я не был уже, по частности, представляете, потому что в его центре, на востоке вообще смотрели с большой, как бы, с большим предубеждением к крещению, ну, в меньшей бодрости. Да, спасибо, спасибо большое. Я просто разнутаю так, что даже, как родитель, вот, есть совершенная любовь, которая сгоняет всякий страх. Совершенная. И это так. Это на самом деле так. Которая дает человеку, верующему, который мы просалиемся, пропитываемся, который дает человеку, действительно, жить во Христе, а Христу в нем. Потому что, это есть христианство. Не просто теология, может быть, правильная теология, идеальная шутка, но неправильное сердце. С другой стороны, я включал, вот.